Здоровый образ жизни молодежи через неформальное объединение. Под таким названием в спортивном комплексе имени Нуркена Абдирова состоялся круглый стол. Наш корреспондент Дана Марат выяснила, что неформальные объединения могут нести пользу обществу. Подробнее далее. В работе круглого стола приняли участие представители управления культуры Карагандинской области и Департамента внутренней политики. А также начальник управления по вопросам молодежной политики. А самые важные гости это неформальное молодежное объединение. Наш сегодня круглый стол посвящен именно объединению. Объединению разных людей. Разных. Именно по своим мыслям, по своим действиям. Но тем не менее мы сходимся в одно. Мы хотим здорового образа жизни. Мы хотим движения. Мы хотим позитивного мышления. Не важно каким образом мы будем пропагандировать спорт. Важно то, что мы не сидим на месте и двигаемся вперед, отметила Наталья Сухорукова. Встреча с неформальным молодежным объединением дала понять, что они не только выглядят необычно, также они занимаются различным видом спорта. Стало известно, что они танцуют, играют на различных музыкальных инструментах и даже поют. Активную и талантливую молодежь поддержал начальник управления административной полиции Валерий Коваленко. Я, например, выслушал положительно отношусь к этому вопросу и вполне 100% согласен с Натальей Евгеньевой. Если этот вопрос мы будем продвигать совместно, мы только за здоровое общество на нашем. Представители культуры Карагандинской области отметили о достижениях неформальной молодежи. По их словам, объединения не раз участвовали в концертных программах, а совсем недавно они выезжали с различными номерами в Акмолинскую область, тем самым представляя наш регион. Дана Марата, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.